Это очень длинная история, растянутая во времени на многие годы, которая началась еще очень-очень давно. Все началось банально, опять же, благодаря тем же самым ивентам. Одним из последних мероприятий наш клиент попросил из их сотрудников создать театр теней. Какая-то информация гуляла в интернете, то есть что-то можно было увидеть. Мы начали над ними работать с этими бухгалтерами, HR-менеджерами и так далее. И мы как бы в процессе репетиции поняли, что если вот этих работников умственного труда заменить на профессиональных танцоров, акробатов, артистов, то можно достичь гораздо большего результата, потому что в самом корпоративном мероприятии фурор был колоссальный. Это даже не назвать фурором. Успеха у профессионалов не бывает такого уровня, какой был у этих людей. И сам результат нам очень понравился. В тот же день мы решили абсолютно, вот молча друг на друга посмотрели и поняли друг друга, что нужно делать дальше. Заниматься театром теней, не зная хотя бы с чего началось, наверное, трудно. Так же, как играть в какой-то современный авангард, не зная классики или не владея джазом. Вряд ли что-то можно создать новое. Театр теней достаточно древнее искусство, ему порядка полутора тысяч лет, родилось в Китае. Тогда Китай был точно так же на подъеме, как и сейчас. Но в том виде, в котором театр теней можно увидеть в нашем исполнении, он появился в 1984 году. Мы преуспели, например, в плане создания каких-то форм. Именно передача информации не просто через актерское мастерство, а именно через какие-то точки, через формы. В принципе, вся работа поставлена на эмоциях. Нужно быть актером, чтобы выразить. Тень не прячет ничего, наоборот, все оголяет. И если нет эмоций, то картинка не получается. Когда добиваешься вот этого результата, когда вот эта истерика, когда у людей мурашки бегают по спине, то есть, наверное, вот это завораживает. Вот в этот момент ничего не существует. Есть только зритель, который искренне восторгается твоим творчеством. Но для меня, по крайней мере, это очень важно.